Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый президент. В вашем внимании представляется доклад на тему взаимосвязи психологических состояний детей, больных лейкозами и психологической особенности их матерей при прохождении курса лейкозного лечения. Несмотря на более чем 60-летнюю историю исследований, позволивших развивать данный метод лечения, только в конце 70-х годов были достигнуты первые немногочисленные успешные результаты. Первая аллогенная трансплантация гемополитических слоевых клеток детям проведена в России в начале 90-х годов. Особенности протекания лечения онкологических заболеваний у детей связаны с рядом не только психологических, но и психологических проблем, возникающих у них и их родителей, которые приводят к психологической дезадаптации ребенка и социальной изоляции семьи. Следует отметить, что способность родителей справляться со своим тяжелым психоэмоциональным состоянием важна для успеха. Семейные отношения откладывают значительный отпечаток на возникновение и лечение заболевания, способствуют или препятствуют выздоровлению ребенка. В связи с этим становится очевидным, что необходимо изучать особенности семейной ситуации, особенно когда речь идет о заболеваниях с высокой степенью витальной угрозы, с тем, чтобы с помощью различных способов психокоррекции своевременно предотвращать негативное влияние семьи на процесс лечения. Согласно федеральному закону, родители имеют право находиться вместе с ребенком при оказании ему медицинской помощи в стациональных условиях в течение всего периода лечения, независимо от возраста ребенка. Также информация о состоянии здоровья в отношении лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, предоставляется родителям. Таким образом, родители имеют возможность постоянно находиться с ребенком и дозировать информацию поступающему от врачей и медицинского персонала. Трудности проведения исследования в основном связаны с ограничением выборки, связаны с родительским сопротивлением на проведение исследования. Вопросы включения пациентов в исследование в основном связаны с трудностью учета большого числа факторов, связанных с различиями в диагнозе, методах лечения и его эффектов. Трудность сопоставления психоэмоциональных и соматических компонентов. Также недостаток существующих методов исследования, Включая трудности интерпретации результатов опросниковых методов, делающих акцент на самоотчет пациента или родителя Недостаток методологии Нет специальных методов исследования, учитывающих тяжелое состояние пациентов Целью исследования было выявление взаимосвязи, психологическое состояние их детей, больных лейкозами И психологических особенностей их матерей при их прохождении курса ТКМ Задачи звучали так, что изучить уровень тревоги, агрессии, самооценки пациентов детей младшего школьного возраста Степень информационной и эмоционально-эмоциональной готовности пациентов и их матерей к лечению А также, исходя из того, что матери постоянно находятся с детьми, изучить психологическое состояние матерей А также исследовать стиль семейного воспитания, исследовать взаимосвязь между психологическим состоянием пациентов и психологическими особенностями их матерей объекты предмет исследования также гипотезы исследования были применены методы метод наблюдения клиника психологической беседы диагностическое интервью разработаны сотрудниками научно-исследовательского института детской онкологии и гимитологии транспортологии горбачева также рисуночный тест несуществующие животное интегративный тест тревожности диагностика отношения болезни ребенка и анализ семейных взаимоотношений всего в исследовании приняло уча приняло участие всего 30 семей 15 до и 15 после трансплантации возраст детей от 7 до 11 лет средний стаж заболевания от полугода до 5 лет для анализа эмоциональных реакций пациентов было принято решение использовать рисуночный тест несуществующие животные рисунки пациентов оценивались по нескольким критериям агрессивные импульсы вербальная агрессия тревога самооценка на данном рисунке можно наблюдать сильно выраженные агрессивные импульсы защитного характера шипы огненный хвост и даже встроенное оружие наподобие пулемета вербальная агрессия здесь представлена открытым ртом и высунутым языком также оценивалась нами как сильное проявление вербальной агрессии наличие тревоги можно наблюдать в сильной штриховки отсутствие опоры рисунок висит в воздухе самооценка оценивалась по положению рисунка на листе в данном случае рисунок находится в нижней половине поворот хвоста вниз положение головы влево боязнь активных действий некоторая нерешительность нацеленность прошлое далее несколько рисунков с небольшими комментариями ну вот на этом рисунке вопросы возникли к самооценке и тревоги здесь к самооценке вербальной агрессии также открытый рот и тревога здесь тревога сильный уровень средний уровень и самооценка вербальная агрессия тревога и самооценка вербальная агрессия тревога высокий уровень самооценка тревога и самооценка. Хотелось бы обратить внимание на данный рисунок, потому что это единственный рисунок с направлением вправо. Здесь также представлены агрессивные импульсы, вербальная агрессия, тревога. У многих рисунков голова-шея развернута в анфас, что может говорить об экоцентризме, который считается нормальным для детей в возрасте от 8 до 10 лет. На данном слайде представлены результаты обработки теста несуществующих животных. В большинстве рисунков пациентов проявились агрессивные импульсы, вербальная агрессия, тревога и низкая самооценка. Визуально мы можем наблюдать некоторое снижение основных показателей теста в группе после трансплантации, но статистически значимых различий выявлено не было. Таким образом, для пациентов обеих под рук характерны проявления тревоги, агрессии, а также снижение уровня самооценки. Эти особенности в большей мере проявляются по труппе до трансплантации. В результате обработки анкеты наблюдения за поведением пациентов была составлена таблица информационной и эмоционально- мотивационной готовности пациентов к лечению. При этом достоверность различий по критерию Фишера подтверждена только по поводу эмоционально-мотивационной готовности. В результате дети до трансплантации менее информированы о своем заболевании, не знают о трудностях, с которыми связано текущее лечение, проявляют больше тревог и страхов, связанных с прохождением лечения. Общее эмоциональное состояние часто требует коррекции, фиксируется на негативных аспектах прошлого лечения. А дети после трансплантации в большинстве информированы о своем заболевании, знают о большинстве трудностей, связанных с заболеванием, спокойнее реагируют на обсуждение болезни. Общее эмоциональное состояние не требует коррекции. К прошлому лечению относятся без фиксации на негативных В итоге из анализа наблюдения протокола стратегии беседы был получен вывод, что половина процентов обеих подгрупп имеют недостаточную информационную или эмоционально-мотивационную готовность к пророждению лечения. Недостаточная готовность к лечению чаще встречается в подгруппе до трансплантации. Недостаточная информационная готовность встречается чаще, чем эмоционально-мотивационная готовность. Анализ методики диагностики отношения к болезни ребенка показал, что матерям пациентов, проходящих лечение как до, так и после трансплантации, характерны выраженная тревога, гипернозагнозия, высокие ограничения активности ребенка. Показатели по этим шкалам у матерей подгруппы до трансплантации находятся выше, чем в подгруппе после трансплантации, на статистически значимом уровне. Эти показатели могут говорить о том, что родители крайне серьезно относятся к заболеванию, что также подтверждается шкалой общей напряженности, которая также на статистически значимом уровне выше для подгруппы до трансплантации. 3. Уровень ситуативной личности и тревожности матерей пациентов как до, так и после трансплантации находится на верхней пределах нормы. При этом выявленная разница между общем уровнем ситуативной тревожности до трансплантации и после трансплантации является статистически значимой. Также на статистическом уровне находится разница тревожной оценки перспективы. Эти данные могут говорить о том, что ситуативная тревожность и общая озабоченность в будущем на фоне повышенной эмоциональной чувствительности характерны в большей мере пациентам до трансплантации. Матери пациентов обеих подруг были в должной мере осведомлены о текущем заболевании ребенка и в полной мере знали о рисках и трудностях, связанных с процессом лечения, что соответствует нашему представлению о наличии у матерей информационной готовности к лечению их детей. В результате реализации задач и исследования был получен вывод, что для матерей и пациентов характерны тревога, ощущение беспомощности перед причинами болезни, переживание риска, витальные угрозы ребенку, стремление устанавливать для него максимальное ограничение активности. Общая напряженность в отношении болезни ребенка снижается в подруге после трансплантации. Информационная готовность матерей и пациентов достаточна. Матери пациентов подруг до трансплантации являются группой риска по эмоциональной мотивационной готовности. Диагностированный тип семейного воспитания по основным шкалам ближе к потворствующей гиперпротекции. Такой тип семейного воспитания представляется адекватным ситуацией болезни, так как здоровье ребенка в структуре семейных ценностей выходит на первый план. Нужно сказать о небольшом сглаживании пиков в подруге после трансплантации. То есть, матери пациентов подруг после трансплантации склонны также использовать тип воспитания по творствующей гиперпротекции, но в меньшей мере, что может говорить о тенденции к снижению напряжения в семьях, испыдуемых при сохранении основного типа воспитания. Таким образом, для семей пациентов обеих подруг характерен тип семейного воспитания, подпорствующая гиперпротекция. Матери пациентов подруг после трансплантации склонны использовать его в меньшей степени. При анализе взаимосвязей эмоциональных реакций ребенка с особенностями их матерей выявилось, что неадекватные эмоциональные реакции матерей на обсуждение болезни взаимосвязаны с высоким уровнем тревоги и вербальной агрессии их детей. Отрицательное отношение к информированию своих детей о заболевании взаимосвязано со средним уровнем тревоги и вербальной агрессии. А наличие неустойчивой или эйфорической веры матери в благоприятный исход лечения детей взаимосвязано с высоким уровнем вербальной агрессии и агрессивных импульсов, проявляющихся в рисунках. К сожалению, статически значимых различий получено не было, так как выворка достаточно мала, но можно говорить о наблюдаемой тенденции в этих взаимосвязях. Было выявлено, что наличие неблагополучия в общем эмоциональном состоянии и отношении к информированию ребенка встречается только у матерей пациентов, не готовых к прохождению лечения. А также то, что матери пациентов, не готовых к лечению, склонны игнорировать потребности своих детей чаще, чем матери пациентов, готовых к лечению. Эти взаимосвязи подтвердились на статически значимом уровне по критерию Фишера и по критерию Мануидна. В результате итоговый вывод можно сформулировать как то, что существует взаимосвязь между тревогой, агрессией и готовностью к лечению пациентов и эмоциональными и стилевыми поведенческими особенностями их матерей. Вот еще раз выводы. В заключении считаю приятным долгом поблагодарить своего научного руководителя Васильеву Надежду Геннадьевну за стимулирующие дискуссии и большой интерес к этой работе. Также глубоко признательны Чулковой Валентине Алексеевне, организатору семинара по анкопсихологии, а также всем участникам семинара за всестороннюю поддержку в процессе написания данной работы. Очень благодарен коллегам Ушаковой Ольге Васильевне, Черненко Ольге Анатольевне и Олежке Гротинской Светлане Ивановне за помощь в сборе и обработке анкета, а также за помощь в выборе дизайна исследования. Хочу поблагодарить коллег из Москвы Хайн Алину Евгеньевну, а также ее коллег за теоретическое обоснование их практического опыта, который также нашел отражение в данной работе. Спасибо за внимание. Информационную готовность. Это такой технический момент. А второе, как вы сейчас понимаете, отсутствие у ребенка достаточно, это 50% эмоциональной, мотивационной или информационной готовности. Это хорошо или плохо с точки зрения его приверженности к лечению, принятия этого лечения и какого-то прогноза, может быть, по наблюдению или из анализа вашей работы. Или, может быть, это является какой-то естественной защитной реакцией и это даже нормально. Есть ли и третий вопрос. Если вы видите у своего пациента недостаточную готовность, что вы с этим делаете? Является ли это какой-то целью, вмешение для вашей работы практически? Спасибо. Спасибо. По поводу сбора и разделения информационной, эмоциональной и мотивационной готовности. Здесь было как раз диагностическое интервью проводилось и анкетирование с наблюдением за реакциями ребенка. Также это интервью проводилось и с матерями детей. По поводу того, мое отношение к тому, хорошо это или плохо, я считаю, что, ну и наблюдения действительно показывают, что все-таки наличие информационной готовности у детей дает положительный эффект в том плане, что ребенок начинает чувствовать ответственность за процесс лечения, в котором он является непосредственным участником. Ну и, соответственно, он готов к комплиментному поведению для того, чтобы… То есть он понимает, что он ответственен, он понимает, что он может делать и, соответственно, старается этому следовать. Так, много вопросов задали. А что делать с этим? Что с этим делать, да. У нас, ну непосредственно у нас в клинике мы используем, ну, во-первых, как бы информирование родителей о том, что это желательно все-таки как-то с ребенком эту беседу проводить. И у нас также есть наглядные пособия, это книжка, книга-сказка для детей про храброго мальчика Петю, злого колдуна Лейкоза и доблестных врачей. И также мы используем мультфильм про Пауля и Дракона, который также демонстрирует ребенку нахождение в больнице и снижая тем самым основные страхи, которые связаны с этим течением. Андреич, Вы сказали, что вот когда показывали взаимосвязи, которые Вы обнаружили, а потом сказали, что не было статистически значимых различий между группами до трансплантации и после? Да. Мы в основном сравнивали эти группы. Но вот эти взаимосвязи, которые Вы нам показывали, они достоверные? В итоге, вот итоговый слайд, да, там совпало. Выявилось просто больше взаимосвязей, некоторые из них были неподтверждены. Что они были и там, и там, и до, и после. И у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Андреевич, очень интересные материалы. А Вы знакомили с ними, врачи, вот с этими материалами, рассказывали, как они к этому относятся? В своей работе они это, в работе с родителями, они как-то это используют? Ну, врачей с этим материалом в нашей клинике я знакомил. Насколько они готовы использовать в работе, пока не могу однозначно сказать. Потому что зачастую бывают, по крайней мере, с тем, с чем я сталкивался, это с тем, что родители все-таки поддерживают, врачи поддерживают родителей в ситуации, когда родители не хотят информировать ребенка. А тогда следующий вопрос. А с родителями, может быть, какая-то школа родителей, там, больного ребенка, или еще какие-то мероприятия можно проводить или нет? Вообще у нас проводилась школа для родителей, но в основном, конечно, на данном этапе, сейчас это в индивидуальном порядке, если мы выявляем отсутствие информационного, то мы ведем беседу. Спасибо. Еще есть вопрос, да? Нет вопросов. Пожалуйста, Дмитрий Андреевич, присаживайтесь. И Маргарита Валерьевна, рецендиент. Позвольте представить рецензию на доклад Дмитрия Андреевича Бакуна по исследованию взаимосвязи психологического состояния детей больных лейкозами и психологических особенностей их матерей при прохождении курса трансплантационного лечения. Представленный к рецензированию доклад создан на базе одноименной дипломной работы Дмитрия Андреевича. Тема исследования представляется весьма актуальной, поскольку, несмотря на существующие успехи, как сегодня уже упоминалось, в лечении детских онкологических заболеваний благоприятный исход таких болезней отнюдь не является бесспорным. Родительские отношения откладывают значительный отпечаток на развитие ребенка, не могут способствовать либо препятствовать эмоциональной стабильности ребенка в условиях течения заболевания. Поэтому особое значение приобретает необходимость изучения характера взаимосвязи психологического состояния детей больных лейкозами в том числе и психологических особенностей их матерей, в том числе при прохождении курса трансплантационного лечения. Целью изучения становится выявление предикторов эмоционального неблагополучия таких семей с разработкой программы психологического сопровождения в ситуации прохождения курса трансплантационного лечения. В докладе аргументированным представлена актуальность исследования, выдвинута цель, намечены задачи и описаны методы исследования, представлен теоретический анализ проблемы отношения к болезни у детей с жизнеопасными заболеваниями и их родителей. В качестве объекта исследования на базе Института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раиса Максимовна Горбачевой Дмитрием Андреевичем были изучены результаты исследований 30 детей больных лейкозами в возрасте от 7 до 11 лет и их матерей также 30 человек. Для реализации задуманных все они были исследованы дважды до прохождения процедуры трансплантации костного мозга и после прохождения трансплантации костного мозга. Такой подход представляется целесообразным. В докладе последовательно представлены результаты экспериментального исследования и их интерпретация. Текст работы представляется методологически выверенным и в соответствии с поставленными задачами и хорошо структурирован. Немаловажным является то, что Дмитрий Андреевич поднимает проблему сбора фактического материала, достоверно описывая актуальное положение дел. В докладе представлены результаты исследования, описывающие остроту эмоционального состояния выборки. Выбор диагностических методик представляется обоснованным и логичным, что подтверждает результаты исследования, которые можно считать достоверными. В заключении доклада Дмитрий Андреевич приводит выводы, один из которых свидетельствует о подтверждении заявленной гипотезы. Некоторые особенности исследования Дмитрия Андреевича, на мой взгляд, обусловлены тем, что Дмитрий Андреевич ориентирован в большей степени на практическую работу и свидетельствует о том, что автор находился на начальном этапе развития своей научной деятельности. Позвольте отметить, что с профессиональной деятельностью Дмитрия Андреевича я знакома более четырех лет и всегда высоко оценивала и оцениваю его профессиональную компетентность и человеческие качества. И мне приятно отметить, что сегодня Дмитрий Андреевич демонстрирует нам освоение навыков научного подхода. И в дальнейшем хотелось бы увидеть продолжение сбора и анализа эмпирических данных как одного из результатов работы Дмитрия Андреевича с родителями детей, страдающих лейкозами на разных этапах течения заболевания. Большое спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok